Пошли внутрь строения. Вот забор гаража. Вон там гараж. Окей. Ну что, значит, три спаленки, полтора туалета, 120 квадратных метров дом и пять соток участок. Так. Ну да, тут шмотки, видите, люди еще. То ли они специально оставили в доме стейджинг, то есть они так оборудовали. Может быть, они специально повесили эти рубашечки, так, чтобы они там были. Так, вот. Ну, действительно, плиточка там, пол более-менее. Для дома 71 год возрастом, конечно, какая-то работа проделана здесь. Так. Это похоже на детскую спаленку. О, как? Видите? Бывает. Так, американские дела. Слушайте, какая... Как это назвать? Да даже не знаю. Это не горка. Трильяж, не трильяж. Ну, в общем, такая вот с комодами. Так, там что у нас? Там шмотки детские. Такое ощущение, что все настоящее. Так. Идем дальше. Маленький, маленький домик. Вот они, все спаленки, выстроились в одну линию. Вот это вот побольше. Это побольше. Пахнет здесь, знаете, таким немножко прелом, что ли, припахивает. Всюду поменены окна. Так, тут вещички. Да. И еще полный гараж вещей. Представляете? Пол хороший, старый, паркетный пол. Было время, их закрывали карпетом, ковровым покрытием. Потом отдирали это ковровое покрытие. Я думаю, что здесь тоже такая была судьба. Особенно в спальнях любили покрыть ковровым покрытием, чтобы босиком ходить. Потом пришли к мысли о том, что это не гигиенично. И, в общем, вот так. Ну что же, еще раз. Кухонька. Кухонька новая. Относительно. Ну-ка, что у нас со шкафчиками? Ну, да, не вчера. Обновленная, но более-менее новая. Что же, вот такой домик. Что это за спальня? 1,688 миллион. Это чинский тип. Это большой, да? Все деньги, понимаете? Окей. Давай, давай. Сядь, сядь. Сядь, вот сюда сесть? Да, да. Давай сядем. Сядь, вот так вот мы как бы сидим тут. Да, вот мы сидим, как два старых китайца. Да. Я говорю, прикольно иметь вот такой старый порч. Он сейчас уже такого не делал, чтобы тут стульчики стояли, вот так можно. Ну, в колониальном таком стиле. Да, да, да. Ну, просто дома очень старые. Я ему говорю, что цена у тебя какая? Ну, вот один там, говорит, там 6,8,8. Я говорю, китайская такая цена. Он говорит, ну, в общем, да, говорит, чем больше восьмерок, тем более китайского. Да. Да. Вот, и так вот тут прикольненько сидишь. Сейчас вот уже у нас осень, уже не жарко. Вообще вот эти провода, знаешь, я вот смотрю, конечно, мы привыкли, но вообще. Нет, но я тебе скажу интересную вещь. У нас вот соседний дом, и за ним еще соседний. Да, серьезный. Пришел девелопер, купил два дома. Да. И построил их абсолютно одинаково, симметрично наоборот. Вот так, как распашонка. Значит, этот дом тоже кто-то купит, купит участок этот, и поставит еще два нового дома. Или да, или нет, это, купить участок за миллион семьсот, восемьсот, это я уж не знаю, кем надо быть. Это апельсин или лимон, вот скажи, что это такое зелье. Да, это лимон. А там слева на нем апельсины. Может, привили их. Пойдем на соседние два дома, посмотрим. Если вы видите, вон там впереди такие симпатичные современные дома, это даунтаун. Это, в общем-то, хорошее место, тут до даунтауна пешочком рукой подать. Ну, это хорошие дома, Света, но они, я себе представляю, сколько они стоят. Ну, конечно, ну, вы видите, просто они построены одной рукой, они абсолютно неплохие. Вот и машины, смотри, тут Ягуар. Да. Ну, то есть, понятно. Место хорошее. Место очень хорошее, и люди неплохие. Да, вот здесь вот все эти старенькие домики, вот сейчас их распродадут, там по два миллиона. Да. И все, и будут застраивать новым жильем. Дому этому 71 год, он, там, я уже не помню, надо сообразить, 47-го года. 47-го года, но он вот так и выглядит, хотя там они окна поменяли. Давай я скажу, что я встану на теплую, что тут холодно будет. Давай, давай на теплую. Видите, Светлана босиком. Да, так я вот поговорила с агентом, ну, дом, конечно, очень старый, хотя они, как могли, привели его в какое-то чувство, новую кухоньку поставили. Ну, в целом, он все равно старенький, хоть он смотрится довольно-таки аккуратно. А вот тут вот за забором просто продается лот. Да. Почем? Вот. А я у него спрашиваю, я говорю, так, я говорю, наверное, цена этого дома просто кусок земли, они хотят порядка миллиона семьсот за этот дом. Так, ой. Миллион шестьсот восемьдесят восемь, что-то такое типа. А я говорю, наверное, соседний лот, который продается, он будет по цене такой же, как этот дом, потому что и там кусок земли, и здесь кусок земли. А он что говорит? Он говорит, ну, там, наверное, за лот будет миллион и полтора, там еще лот немножко побольше, тут пять соток, а там шесть соток. Ну, в общем-то, да, как вы видите, что это, в общем-то, все идет просто по цене земли. Просто стоит стоимость вся в земле, а не в этой постройке страны. Хотя, 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 в этом доме довольно аккуратненький, можно его взять и жить, если кому-то нужно жить, там, он довольно-таки симпатично сделан, все. Я вот хочу отсюда из-под дерева показать вот эти апельсины, как они висят. Свет, вот как ты считаешь, наши зрители могут меня осудить, но вот если я сейчас подпрыгну и съем апельсин, это будет прилично или нет? Нет, ну, во-первых, тут агенты ходят, так, я думаю, на глазах агентов не удобно, потом тут очень высоко прыгать придется. Нет, если бы я допрыгнул. Я вообще не понимаю, вот смотри, вот такое большое дерево, да? Но вот по мне это уже дерево совершенно не менеджабло, потому что тут невозможно собрать него. Это же с лестницей лезть или гнилушки подбирать. Ты бы его спилила. Конечно. Вот эти ворота, которые там стоят, вряд ли открываются автоматически. То есть для того, чтобы машину поставить в гараж, который вот тут гараж, он на одну машину, он крохотный, такой старый, видно тут. Для того, чтобы попасть в гараж, ну, во-первых, нужно убрать эту мебель, которую они зачем-то здесь поставили для красоты поставили. И вот тут, а смотри, дом какой с кирпичным основанием. Света, ты посмотри. Ну, это с понтом кирпичный. С понтом кирпичный, ты думаешь? Не по-настоящему все? Да, этот гараж не открывается автоматически. Нет, автоматически понятно, что вот такой замок не откроется автоматически. Ты что, издеваешься? Нет, есть гаражи, которые открываются. То есть открыл замок, а дальше нам открывается. Ну, это такой гараж менее современный. Ну, имеется в виду, что ты будешь парковаться перед гаражом, а это у тебя типа вот я. Ну да, да. Вот. Очень серьезное апельсиновое дерево. Как тебе, Свет, апельсин? Посмотри. Вообще земли немного. Ну, тут всего пять соток в доме. Так, ну что, гараж выглядит как гараж. Они туда свалили. Ну, как бы все, что могли свалить, это понятно. Вот. Ну, такой гараж гаражом. Очень многие люди имеют в гараже второй холодильник. Вот мы со Светланой тоже любим. Так вот заехал, поставил. Выглядит как вполне такой, вполне живой гараж. Светлана.